Перед началом шаббатного собрания прочитаем текст из книги «Деяния посланников» и порассуждаем над этими прочитанными словами. Итак, глава номер 17, буквально первые три стиха. Первый будет служить связкой, два последующих будут служить основой для нашего шаббатного рассуждения и собрания в целом. Итак, пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Теперь подстрочник. О Писаниях, раскрывающий и предлагающий, что Христа надлежало претерпеть страдания и воскреснуть из мертвых, и что этот есть Христос, Иисус, которого я возвещаю вам. Ну, понятно дело, что Павел путешествовал из города в город, выбирал места, соответствующие своему предназначению, которыми являлись синагоги. И понятное дело, что они были иудейские. Интересно, что Павел в одном месте возвещал в течение целых трех суббот одну и ту же тему. А теперь вопрос, какую? Ну, пока вы думаете, какую, я скажу еще, что в качестве доказательной базы Павел использовал, как вы думаете, что? В Танах, Писание. Это целый комплекс книг, так называемая еврейская Библия, в которую входит Тара, первые пять книг Маше. Пророки. Пророческие книги, большие и малые. И, собственно, Писание. Это поучительные книги. Художественные, поэтические. То есть, в качестве его инструмента для доказания использовалось все то, что предшествовало другому комплексу книг, возникших в качестве комментариев к предшествующим книгам и изъясняющим уже в письменном виде доказательство того, что Мессии надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. И, что сей Мессия, Машех, есть Иисус, Ешоа. Кстати, Ешоа – это его настоящее имя, которым его назвала мама и папа. И я задал вопрос, что именно он доказывал? Написанно открытым текстом, он доказывал... Да, совершенно верно, что сей Христос, ему надлежало пострадать. Да, именно этот. Потому что есть Машех, их было много. Есть Хамашех, это тот самый Машех, которого ждали в Израиле. То есть, по факту, Павел обнадеживает своих слушателей, что обещания Машеха, то есть, мессианские ожидания, исполнились вот в этом самом Машехе, которого звали Ешоа. Ну, позвольте теперь мне задать вопрос Павлу. Павел, о чем ты говоришь? Ты говоришь, что вот этот вот Ешоа и был Машех. Ешоа был мессией. Павел, ты ошибаешься. Ешоа – это Бог во плоти. это Творец всего мироздания. Это Бог-Отец. Ибо так проповедуют братья-баптисты. А ты, Павел, говоришь, что он был всего-навсего Машех? Мне кажется, ты ошибаешься. Друзья мои, если мы будем следовать тексту, его фактическому содержанию, разбирать, что написано в тексте, а не что говорят наши кредо веры, не то, что говорят наши учителя с кафедры, тогда мы будем знать, что говорил именно автор того или иного послания. И давайте обратим внимание, что у Павла, который встретился на дороге в Дамаск с воскрешен и прославленным Машехом, осталось обыкновение учить в субботы и разбирать не что иное, как Писание, в которое входит Тара, Пророки и, собственно, сами Писания. И на всем слове я хочу желать вам мирной субботы и увлекательного чтения недельной главы Шмини. Будьте благословены во имя Машеха. Аминь. Аминь.